Здравствуйте, мои дорогие подписчики! И, конечно же, те, кто просто смотрит мой канал и забывает нажать на тот самый колокольчик и подписаться на канал. Я опять сегодня посмотрела статистику просмотров и понимаю, что 63% моих зрителей так и забыли подписаться на мой канал. Так что подписываемся. Ну, о чём сегодня поговорим? Опять о приготовлении той самой курочки. Почему курочки? Потому что это быстро, вкусно. Ну, главное, быстро. Я, кто смотрит регулярно мой канал, знает, что очень люблю гостей, друзей. Конечно же, ко мне приходит дочка, внучка. И стол я люблю накрыть очень быстро. То есть, блюда, которые готовятся долго, ну, не очень я люблю. Хотя тоже, конечно, готовлю иногда. Но сегодня у нас будет рецептик самой быстрой приготовления. Самое быстрое приготовление курицы. И он не единственный, будет ещё. Вот сейчас я вам покажу, как я готовлю курицу. Вернее, грудку курицы. Вот ту самую филеечку. За 10 минут. Вы не поверите. За 10 минут. Но для того, чтобы она за 10 минут приготовилась, нужно её достать с холодильника, с морозильника, разморозить, порезать на кусочки. Я ещё не так. Я её сразу режу на кусочки, подготавливаю и замораживаю. Потом достаю с холодильника, с морозилочки. Она уже размораживается. И готовые кусочки. Вот в таком случае получается курочка за 10 минут. Оставайтесь и смотрите мой рецептик. Самый простой и быстрый способ приготовления курицы. Вернее, не курицы, а филейки куриные. Грудинки. Всё рассказала. Вот это убираем. Убираем кусочек. Отвязаем. Это будет фарш. И теперь нарезаем такими приблизительно сантиметр шириной. Такие как бы маленькие. Ну, вот. Вот такие. Да, видно хорошо. Отбивнушки. Отбивнушки. Да, Саша комментирует, даже может рассказать, что это очень вкусно будет. А главное, что это очень быстро. Это вообще не занимает никакого времени. Значит, смотрите. Вот это, что уже очень маленькое, просто отбрасываем, да? Просто отбрасываем. А это оставляем. Берём вторую. Ну, вот я всегда готовлю с двух. Так, всем понятно, да? Вот этот вот отрезаем. Вот кусочек этот лишний. И его на фарш оставляем. Здесь срезаем, скажем, такую попку тоже на фарш. И опять продолжаем. Я надеюсь, хорошо видно? Видно. Вот. На пять такими же полосочками. Сантиметр-полтора где-то толщиной. Всё, это уже лишнее. Вот смотрите, что получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Маленькое. Двенадцать, тринадцать. Ну, тринадцать уберём. Пусть будет дюжина. Зачем нам чёртова? Ну, и дальше я вам покажу всё, что мы с этим будем делать. И так, дальше. Разбиваем яйцо одно. Вот на это количество достаточно абсолютно одного яйца. Быстро это взбиваем. А в это время у нас разогревается сковородка. Разогревается хорошо. Наливаем туда масло подсолнечного. Я олейной пользуюсь. Вот. Здесь у нас мука, если вы видите. И что мы сейчас делаем. Мы эти все штучки, назовём их так, куриные штучки, макаем в яйцо. И теперь в муку. Оп. И на горячую сковородку. Достаем. Просто весь процесс хочу, чтобы вы посмотрели по времени. Сколько это занимает времени. Можете засечь. Ну, то есть, за пятнадцать минут я могу приготовить это сто процентов. Что в пятнадцать минут даже, возможно, быстрее. То есть, если уже есть, тем более, если вы уже подготовили, допустим, вот такие кусочки. Я делаю даже, знаете, как, когда Саша приносит мясо, я его сразу разделываю. То есть, оно остаётся у меня в такие штучки. И на кусочки, которые там, вот я показывала, которые обрезочки, они идут на пас. И поэтому я, когда достаю с морозилочки, у меня сразу уже они вот так готовы. Когда они сразу готовы, то есть, я там в обед достала, ушла на работу, прихожу с работы, они уже, естественно, размёрзли. И что я делаю? Разбила яйцо, Яйцо окунула в муку. Как видите, расход небольшой ни в лицо, ни в муку. И всё это выкладываем на сковородку. Так, не смотрите, что у меня такая сковородка страшненькая, она очень хорошая. Если она не новая, это не значит, что она плохая. сковородка классная, я её очень люблю. Вот. Так, сколько мы там считали? 12, да? 12. Видите, абсолютно не пристаёт. Всё быстренько. Вот, пока я буду последнюю сюда выкладывать, вот, видите, даже ни в лицо ещё осталось. Пока последнюю выкладываю, первую уже практически доходит до готовности. Мы запекли время? Да. Смотрите, по времени я, к сожалению, не запекала. Ну, я потом посмотрю по видео. Так, руки я помыла. Сейчас мы это, вы заметили, я ничего не солила, ничего не делала. Сейчас я беру соль и вот прямо на сковородочке солю. С одной стороны, с другой стороны. Когда я переверну, я их немножечко потрушу чёрным-чёрным перчиком. А здесь она сварится картошечка. Молодая. Так, смотрим. Уже можно переворачивать. Оп. А ну-ка сюда на сковородочку показать, какие красивые. Видно? Вот, переворачиваем, да? Смотрите, никого не обманываю, насколько это происходит быстро. Пока последний я сюда ложила, ой, кстати, помощница, уже пожарились, уже готовы, переворачиваются. Да? Смотрите, зарублянили, всё. И сразу переворачиваем. И сразу же переворачиваем. Так, смотрим сюда ещё на минутку. Вот. Следующую переворачиваем. Переворачиваем. Отлично. Да что же эта собака галкает? Да, и помните, я вам говорила, что совсем немножечко с этой стороны прикрутится перчиком. Ну, чтобы яйцо не пропадало, да, мы просто ним немножечко поливаем. А пока вы смотрите, как красиво жарятся, я побежала за перчиком. И вот теперь мы очень лёгенько-лёгенько прикручиваем перчиком. Ну, мне нравится чёрный. Кто любит очень острое, можно и красненьким вдруг потрусить. Но мне нравится чёрный. Совсем немножечко. Так, что у нас там со временем? Мы запекали время? За сколько это всё готовится? Так. Мы берём тарелочку. Вот такую. Можно взять что-то красивое, чтобы устроить. Празничные такие. Я не знаю, каких их назвать. Куриные штучки. Потому что отбивной это не назовёшь. Всё. Ребята, вы заметили? Я уже это всё выкладываю. Мы это сделали вместе. Я ничего не монтирую, ничего не срезаю. Это именно то время потратилось, которое готовятся вот эти прекрасные штучки. Я придумаю им название. У меня пока что нет для них названия. И никогда не было. Это очень мягкое мясо. Вот когда оно так приготовлено. Даже представить себе не можете. Я вот сейчас возьму обычный ножик. Смотрите, готово. Выключаем. Обычный ножик вот держу на руке. Смотрите. Да? Это понятно, насколько мягкое мясо. То есть я даже... Смотрите, даже рука у меня не шатается. А мясо режется, прокалывается. Вот. Вот. Это очень мягенькое. И очень вкусненькое. Правда, Саша? Правда, Саша. Я ему сказала, ничего не говори. Он и не говорит. Вот так быстро, вкусно. Готовьте вместе со мной. Оп. Ну что, понравилось? Я вас уверяю, 10 минут. Даже меньше. И еще очень много блюд, которые я могу готовить очень быстро. Попробуйте. Те, кто пробовали мои котлетки, написали, как это вкусно, быстро. И действительно, может любой сделать особых кулинарных способностей. Для этого не нужно. Ой. Ну а я опять собираюсь на тренировочку. У меня опять обалдеть, какая приятная новость. Потому что открывают спортзалы уже полностью. И мои девочки, которые придут уже на танцы. Мы уже все списались в чате. Все приходим с понедельника. И начинаем полноценные тренировки. Поэтому будем танцевать. Будем составлять новые танцы. Будем ездить на соревнования. Все будет хорошо. И наконец-то этот карантин, я очень надеюсь, закончится. Ну что, когда мы уже выйдем на танцы, видео у меня будет намного больше. Потому что все, что происходит в спортзале, как мы танцуем, как девчонки веселятся, Это уже будет, наверное, интереснее, чем приготовление курицы. Но готовить я не перестану. Буду тоже снимать для вас такие видосики. Но это будут коротенькие. Все равно я больше буду рассказывать о себе, о своей семье, о жизни, о своей любимой собаке. И много-много разных всяких интересных историй. А сегодня, в общем-то, все. Еду на тренировку. Сегодня у меня женщины. Ой, и все будет классно. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. И пишите свои комментарии. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Всех люблю. Целую. Пока. До завтра. Надеюсь, до завтра. Ах, забыла сказать. Вика на своем канале Jazz Life Pats рассказала, что улиточек нет совсем. А я сейчас вам открою тайну. Их есть пять. Можете на них посмотреть. И кто хочет, быстренько-быстренько заказать. Пишите на наш канал. И заказывайте этих чудесных маленьких улиточек. Которые вырастут обязательно большими. Теперь точно пока. Две побольше. 300 гривен за пару. Или три вот этих поменьше. 300 гривен за три штуки. Или все вместе за пятьсот. Ух ты. А когда кнопку дают? На сто тысяч подписчиков. Ого. Ничего себе. Ай, я хочу, 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 хочу сто тысяч. Подписывайся на канал Татьяна Черныш. Жалко, еще одной любимочки нету. Пообнимались бы втроем. Ап. Маша, мы тебя тоже обнимаем. И любим. И любим. И подписчиков наших тоже. Да. Всем привет. Всем пока. Пока.